Ты подготовил какой-нибудь стишок или песенку? Да. Я слушаю тебя, рассказываю. В 10 дед Мороз спешит, опоздать боится. Снег под валенком скрипит, но совсем не злится. Наступает Новый год, радостный и яркий. И ребята очень ждут к празднику подарки. Захар Лунин подготовился к визиту дедушки Мороза основательно. Выбрал новогодний костюм, выучил стихи. Старания волшебник оценил и вручил сладкий подарок. Мама Захара работает в ковидном госпитале. В период пандемии редко бывает дома, признаются домочадцы. Сейчас приходится работать сутками на работе. Дома появляется меньше, конечно. Конечно, поддерживаем, потому что понимаем, что в наше непростое время ее профессия очень нужна, особенно ее, с учетом того, что она является последним звеном спасения людей. Новый год в каждый дом. Под таким девизом самарские волонтеры облачаются в костюм главного волшебника страны и идут поздравлять детей медиков. Максим Заикин один из волонтеров. Образ Деда Мороза примеряет несколько лет подряд. Дарит новогоднее настроение людям и заряжается сам. А видишь людей, они, может, уставшие, у них тоже работа. А ты им помог, и как-то вот им хорошо, тебе хорошо. А тут приходит Дед Мороз. Не мне, но моему ребенку дарит подарок. Соответственно, и мне, как родителям тоже. А вот для коллеги Максима Артема Зимина такой опыт впервые. Счастлив то, что получается дарить веселье и радость детям. Из-за эпид-обстановки церемония вручения получилась бесконтактной, что, впрочем, даже добавило сказки. Нельзя проходить Дед Морозов. Как бы я ни хотел, нельзя. Сегодня день подарков и счастья. А я знаю, что твоя мама, Елена Владимировна, спасает жизни людей и дарит возможность людям встретить Новый год в семейном кругу. Елена Боряева, врач, признается, сейчас работы стало гораздо больше, но ее лично это не пугает, потому что свое дело она знает и любит. Это все. Это моя жизнительная профессия. Праздничные елки в городе отменены, но в костюмы волшебников облачаются волонтеры. Заказать визит Деда Мороза можно через сайт проекта «Мы вместе». Там же можно оставить и свою заявку, если хочется самостоятельно подарить новогоднее настроение маленьким жителям региона. Мария Левина, Николай Сидоров, События.